iCharon Group, всем привет с Варшавы! С вами Юля, и сегодня, ребята, я направляюсь в обычную поликлинику, в обычную больничку, потому что многие наши подписчики спрашивают, многие наши подписчики интересуются, как же попасть к врачу, дорого, недорого, сколько стоит прием. Я сейчас вам постараюсь максимально точно, максимально грамотно рассказать и показать все это изнутри. Все здесь культурненько, все здесь деликатно, потому что каждый сидит и ждет своей очереди, никто не врывается, не выламывает двери, потому что кому-то нужно что-то спросить, нет, все здесь четко, все по времени, все по записи. Ну я хорошие лички, это сейчас вам, да? Нет, я сейчас записал. Здесь карты пациентов, и я направляюсь к своему врачу. Все честненько, все. Жанна, я забитый, проверяет температуру. Я поднимаюсь к своему врачу. У меня врач, который называется Лекарш Винтерниста, это семейный врач. Хочу показать, как поляки вообще заботятся о детях и вообще, как они заботятся о комфорте своих пациентов. Вот смотрите, в каждом коридоре вот стоит такой мягенький-мягенький столичек для пеленания, переодевания деток. Очень удобно, очень классно. Не надо просто переодевать детей на каких-то креслах, на каких-то стульях, на подоконниках, как многие это делают. Вот, пожалуйста, специальное место выделено для детей. Очень удобным есть то, что каждый кабинет подписан. Вот смотрите, кто это, какое время этот доктор принимает. Вот очень классно. Даже если, например, врача нету на месте, вы себе пришли, посмотрели на табличку, на информацию, и уже просто знаете, в какие часы, в какие дни работает именно ваш врач. В общем, и в чем же привилегии, да, если вы официально трудоустроены, если вы легально работаете? Вы можете бесплатно пойти к любому врачу, вы можете бесплатно сделать операцию, вы можете бесплатно там, например, вырвать зуб, полечить зуб. Это все бесплатно, если вы легально устроены. В общем, ребята, я записалась к этому интернисту, я уже не ходила на рецепцию, я непосредственно пошла в кабинет. В общем, принял меня врач, так интересно, он с Казахстана. То есть я услышала по акценту, что он не поляк. Он, конечно, не признавался долго, но такой постарший мужчина, наверное, лет 60.